У автовокзала в Чувашии новый контрагент. Предприятие «АвтоВАЗ» передает два автовокзала и 17 диспетчерско-кассовых пунктов в районных центрах в управление индивидуальному предпринимателю. Уже в этом году центральный автовокзал в Чуваксарах реконструируют подторговый центр, а рядом с ним построят новую автостанцию. Планы масштабные. По примеру, многих европейских городов автостанцию хотят сделать торгово-развлекательной зоной. Здесь появятся кафе, магазины, кинозалы, игровые площадки. Строительством нового здания будет заниматься сам «АвтоВАЗ». Сейчас у нас вот здесь находится автовокзал, вот здесь находятся посадочные перроны, а вот здесь зона отстоя. Мы планируем сделать по-другому. Вот здесь желтым показан въезд всех автомобилей сюда будет происходить. Здесь у нас сначала мы строим автовокзал. Вот это здание туалета текущего. Мы планируем перед ним построить здание нового автовокзала, впритык к нему перрон и всю зону отстоя отсюда перетащить в левую сторону. То есть у нас получится, что автовокзальная деятельность будет вот в этой части полностью. Новый оператор вокзальной деятельности – предприниматель Илья Степанов. Он стал победителем конкурса, претендентов было семь. Передавать новому руководству управление «АвтоВАЗ» планирует поэтапно, начиная с 1 апреля. Для обычных пассажиров межмуниципальных маршрутов с появлением арендатора ничего не изменится. Их будут обслуживать те же перевозчики по тем же тарифам. Я абсолютно согласен с этим предложением, но единственное, чтобы условие, так сказать, и состояние будущего вокзала соответствовало всем нормам, так сказать, и требованиям пассажиров. И чтобы было, разумеется, КАС, конечно. И где был бы зал ожидания. Реконструкция нынешнего автовокзала под торговый центр начнется только после того, как построят новую автостанцию. Изменения также коснутся пригородного автовокзала в столице республики и диспетчерско-кассовых пунктов в муниципалитетах. Проекты будущей реконструкции еще в стадии разработки.